Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый Коллекционер. Спасибо всем за ваши лайки, комментарии и то, что делитесь моими видео с друзьями-коллекционерами. В этом видео мы поразмышляем на тему аукционов и торгов. Какая же стоимость монеты реально? Что такое разгоны монет? Существует ли вообще такой термин? В данном видео я задам вопросы коллекционерам с канала Заметки Нумизмата. Ссылочку на их канал я оставлю в описании. Также вы узнаете мнение, как хранить монеты в альбоме. Стоит ли их обрабатывать какими-то средствами для хранения непосредственно в этом альбоме. Если тема интересна, продолжайте смотреть. Фартовый коллекционер монет Украины. Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Спасибо за такой интересный канал. С удовольствием смотрю. Привет вам из Харькова. Вам большой привет из Харькова. В Харькове раньше очень много раз бывал, с удовольствием общался с Харьковчанами. Последние годы, к сожалению, это общение прервано. Надеюсь, восстановится. Надеюсь, смогу снова побывать и в Харькове, и в других украинских городах, которые очень люблю. Сейчас ряд монетных блогеров говорят, что накрутки, разгоны лотов. Что думаете по этому поводу? Есть ли вообще такой темп для разгона лотов на аукционах? Что думаете об аукционах в интернете? Думаю и скажу. Самое глупое, что может сделать потенциальный покупатель, это смотреть на так называемые аукционные проходы, или тем более начинать разговаривать, приводя в пример аукционные проходы. Они не значат вообще ничего. Вы можете лишь оценить уровень стоимости монеты. Скажем, вы увидите, что какая-то монета продалась на аукционе за 112 тысяч рублей. Это означает, что монета вот этого типа, этого года, этого состояния, где-то около 100 тысяч стоит. Может 100, может 200, может 300. Ну, то есть, по крайней мере, речь идет о цифре сотни тысяч. А какая-то монета продалась за 1000 рублей. Это не значит, что это ее правильный цена, но значит, что цена на нее колеблется в зависимости от состояния других причин от сотен до, наверное, первых тысяч. Это все, что можно понять из аукционных торгов. Естественно, ни один дилер не будет монету отдавать дешевле, чем она стоит. Дилер не этим живет, он живет тем, что он зарабатывает. Поэтому монеты, конечно же, будут разгоняться до нужной цены. И будут проданы тогда, когда эта нужная цена достигнется. Если монета не продана в этот раз, она продастся на следующем аукционе, через полгода, через год. В общем, ровно до тех пор, пока ее кто-то не купит. Поэтому зачем вообще эти цифры в аукционных торгов приводить? И наоборот, иногда приводят обратно. А вот прошел аукцион вчера. И там монета вот эта ушла очень дешево. А я вот не купил, продайте мне так же. Или там найдите, или предложите, или посоветуйте. Да это тоже глупость. Это лишь означает, что по какой-то причине на эту монету торги не продолжились. Я всегда говорю так. Правильная цена монеты, это та, за которую вы сами смогли ее купить. Вот вы купили монету за 147 тысяч. Я, например, назвал цифру, там не пидирайте, что я называю их большими. Вот это есть настоящая цена монеты. А все, что вы видели до этого в торгах, это полная ерунда. И если вы говорите, а вот вчера была такая же, ее не взяли за 50. Как только вы начали бы участвовать в торгах, она бы стала 60, 70, 80, 200, 500 тысяч. И если она набрала какую-то небольшую цену, это ничего не значит. Значит, что сегодня она не продалась. Ее продадут через торги и по той цене, по которой нужно. Поэтому подчеркиваю, лишь уровень цен, лишь количество нулей вы можете примерно прикинуть, говоря об аукционных торгах. И больше ничего. И говорить об этих ценах смысла не имеет. Так же, как и о ценах справочников, которые начинают некоторые проводить пример. Когда я очень много лет назад пытался как раз подкупить еще даже советские памятные рубли, или как юбилейные их там называют, и приходил даже интересоваться ими на московскую знаменитую нумизматическую толкущику Таганки, то там, тогда ходили, сейчас ходят различные ценники, их даже говорят, Таганский ценник. Я иногда показывал, говорю, ну, слушайте, вы мне предлагаете рубль купить за 100 рублей, а вот ценник, он стоит 30. Как так? И мне тогда очень правильно отвечали, я это запомнил на всю жизнь, и вам, кстати, запомните. Ответили буквально так. Вот найди человека с фамилией ценник, у него покупай за 30. А у нас 100 сегодня. Потому что что там было написано полгода назад, и какой дурак там указал эту цену, нас совершенно не интересует. У нас цена сегодня, здесь и сейчас. Она вот такая. Поэтому к ценам на всяких аукционных торгах относитесь именно так. Вы лишь определяете количество нулей. Все. Остальное, конкретный момент времени, конкретные котировки, конкретный курс металла, если мы говорим о золотых монетах, курс рубля, доллара, все это играет. Значит, и плюс состояние. В зависимости от состояния, монета может стоить несколько раз дороже, несколько раз дешевле. Фартовый коллекционер. Вопрос. При тем, как вкладывать монету в альбом, коллекционер обиходной монеты, нужно ли ее как-то обрабатывать? Мой знакомый покрыл их лаком, я просто был в шоке. Вы так сказали в клубе. Ну, действительно, раньше была такая традиция покрывать монеты лаком, для их лучшей сохранности. Я видел разные серебряные и медные монеты, покрытые лаком. Думал, что эта традиция ошла, но, как видите, она и в наши дни сохраняется. Более того, у меня в коллекции есть одна очень редкая монета, которая была проигнорирована другими нумизматами по причине ее необычного цвета. Это последующее изучение показало, что монета как раз была покрыта почти бесцветным лаком, который от времени высыл, придал монете белесый цвет. Сам лак с нее уже давно сошел, но вот ее особый цвет кого-то напугал. Поэтому редчайшая монета оказалась у меня в коллекции, ну, скажем, сравнительно выгодна. А то, что касается современного, я не подчеркиваю, я думаю, что это какой-то анахронизм, хотя, наверное, где-то кто-то это и делает. Я советую все серебряные и золотые монеты, я уже это сказал несколько раз, обрабатывать советским лосьоном. Это консервирует монеты, позволяет их в таком виде сохранять, они образуются как микропленка, по сути говоря, спиртовая с содержанием ряда примесей. Так что, друзья, вот такое мнение мы услышали по поводу торгов на аукционе, что действительно каждая монета оценивается индивидуально, и цена на нее формируется от желания положить ее в коллекцию. И аукционы, и торги на то, и аукционы, чтобы показать, насколько в данный конкретный момент времени интерес к этой монете и к этой теме. По поводу, как хранить монеты в альбомах. Я здесь дополнительно не наносил никакой лак. Максимум, что я делал, это обрабатывал монеты обиходные украинским таким вот одеколоном, там тройной одеколон или как-то так он назывался, чтобы снять какой-то возможный налет. Но здесь в данном случае монеты были все в очень хорошем состоянии, и какого-то налета не было, то есть там несколько монет, которые я не мог найти в нормальном. Но так стараюсь складывать монеты в штемпельном блеске, в коллекцию. И, конечно же, я бы не рекомендовал лаком наносить, потому что лаки могут с течением времени отходить, отшелушиваться и тем самым портить монету. Что мы еще поняли? Что каждый коррекционер для себя сам решает, как ему обрабатывать монету, как хранить. Но обязательно просматривайте монеты с течением времени, как на них реагирует альбом, нет ли какой-то коррозии, все ли в порядке с монетой. Потому что если вы слишком поздно заметите какую-то проблему, потом гораздо сложнее это будет убрать с этой монеты. Вот, кстати, сейчас на продаже вот такие 10 копеек 2001 года. Вот такой вот альбом. Если вам это интересно, напишите мне в Инстаграм. Действительно очень приятная монетка, в хорошем состоянии. Можно мне написать в Инстаграм. Как раз в такой вот замечательный альбом. Она у меня здесь в одном экземпляре есть, и одна есть на продажу, либо на обмен. Если у вас, кстати, есть 2003 год, 2 копейки или 25 копеек, можно как-то поменяться. Друзья, так что все пишите мне в Инстаграм. И спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было вам полезно. Ссылочку на канал Заметки Нумизмата я оставлю в описании. Вообще, очень люблю каналы, которые вкладываются, стараются делать хороший контент. Я с такими каналами дружу, буду их поддерживать информационно. В прошлом видео переходите, там ссылочка на лавку удовольствий. Отличный канал про антиквариат. И там как раз проходит конкурс. Посмотрите внимательно этот выпуск. Ссылку на этот выпуск также я оставлю в описании, либо в первом комментарии. И спасибо всем, друзья, за просмотр. Всем пока.